Да, коллеги, еще раз добрый день всем. Задача и цели, которые мы себе ставили, это изучить особенности энергосистем, в которых есть свой состав электрических станций и как они вырабатывают электрическую энергию в энергообъединении стран Сангрии и Балтии, ЕСУС, и выявить уникальные энергосистемы и заложить перспективные себе задачи для исследования особенностей функционирования энергосистем и экономических моделей государств, и если будет возможность выявить связь между тарифами и балансами электрической энергии и мощности. Вы на слайде видите диаграмму, в которой изображены крупнейшие энергосистемы мира. Это ассоциация ГУ-15, которая с 2004 года объединяет 15 энергосистем, 18 государств. На них приходится примерно три четверти всего объема потребления электрической энергии. Россия входит в эту ассоциацию с 2005 года, и мы являемся четвертыми в мире по объемам потребления электрической энергии. И как тоже часть энергосистемы большой, мы входим в энергообъединение ЕСУС, которое является условно энергообъединением синхронной зоны бывшего Советского Союза, плюс еще Монголия с нами работает синхронно, но тем не менее вот есть электроэнергетический совет СНГ, тоже приветственное слово, которое мы сегодня слышали, это 11 стран, но с нами еще параллельно работают в разных режимах почти 15 стран. И это энергообъединение включает в себя почти полторы тысячи электростанций с установленной мощностью почти 400 гигаватт, и выработка электроэнергии полтора триллиона киловатт часов в год. Вот это данные экспертные, они точные, и мы поставили себе задачу в каждой стране найти оператора, но они известны тоже на сайте системного оператора национального, значит, найти отчетные документы этих компаний и узнать, в каком составе электрические станции работают раз, с какими объемами установленных мощностей и выработки электрической энергии два. Вот на диаграмме справа вы примерно видите, что на Россию приходится большая часть объемов выработки электрической энергии, и вот дальше крупнейшие энергосистемы Украины, Казахстана, Узбекистана, а дальше уже объемы этих параметров небольшие. Конкретно вот по состоянию документов, которые выложены в интернет-компании национальных операторов, сейчас доступны данные по итогам 2019 года, то есть это данные на 1 января 2020 года. При этом вот официально тоже известны данные, всегда они на конец отчетного года выкладываются до окончания февраля, это данные нашей России, системного оператора, и данные КИГОКа, Казахстан. Вот по Украине сейчас сайт Украинерго заблокирован, но я, к счастью, успевал некоторые данные до еще окончания 2021 года выкачивать, и благодаря этому, собственно, удалось собрать почти единую мозаику. А самый главный источник данных в этом случае – это портал Мировая энергетика, если кому интересно, всем его рекомендую, он тоже поддерживается нашими энерго официально, вот, и открывается, то есть там доступны данные по энергосистемам всех стран мира. Значит, сейчас у нас, получается, вот в составе СОС 4 крупнейших энергосистемы, Россия номер 1 с объемом установленной мощности 247 гигаватт электрических станций при выработке электрической энергии 1,1 триллиона киловатт часов в год. Потом еще есть энергосистема Украины, Казахстана и Зубикистана с объемом установленной мощности более 15 гигаватт, и выработка электрической энергии более 60 миллиардов киловатт часов в год. Все остальные энергосистемы являются небольшими. Ну, вот, для сравнения, если говорить, да, то у нас в стране из региональных энергосистем самая крупная – это Москва, 110 миллиардов киловатт часов в год. И вот можно сравнить, например, что одна Москва и Казахстан, то есть Москва даже вся вместе взятая, потребляет электрическую энергию больше, чем Казахстан. А вот если из Екатеринбурга у нас объем потребления электрической энергии 10 примерно миллиардов киловатт часов в год, то есть один город – это примерно как Грузия или две Армении, или две Литвы, или две Эстонии, или 10 Молдов. Что важно, вот если взять структуру абсолютную по установленной мощности по выработке электрической энергии, то только в четырех энергосистемах стран эксплуатируются все пять типов электростанций, которые промышленную выработку электрической энергии обеспечивают. Это Россия, Украина, Белоруссия, Армения. То есть есть атомные, тепловые, гидроветровые и солнечные станции. При этом в России абсолютно рекордные показатели по всем типам установленных мощностей. И получается, что как бы нас не обвиняли в том, что мы не развиваем возобновляемую энергетику, ничего подобного, у нас самые крупные мощности, крупнее, чем у всех остальных вместе взятых даже. И другое дело, что вот по выработке электрической энергии есть Украина, у которой на вот как раз конец 2019 года выработка электрической энергии на солнечных станциях больше, чем у нас. Ну, очевидно, потому что у них климат более южный, и работают станции там лучше. Еще интересно то, что вот есть три энергосистемы Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, которые являются по сути уникальными, и Таджикистан, например, живет только на воде, то есть у него есть тепловая генерация, но она как для промышленных объектов используется, а так у него огромные гидроресурсы, и он полностью обеспечивает себя, то есть на 150% обеспечивает выработку электрической энергии для страны на воде. В Туркменистане 100% тепловая генерация только на газе, и в Кыргызстане тоже большие гидроэнергетические ресурсы, и тепловая генерация используется для теплоснабжения промышленных потребителей. В целом у нас, да, получается 391 гигаватт установленных мощностей, это четвертое мере энергобъединения после Китая, США и Европы, НСОЕ. У них, соответственно, 1,1,2 и 1,5 гигаватта установленных мощностей. Здесь вы видите на слайде структуру, значит, что можно сказать, это установлена мощная структура, и вот Таджикистан, Грузия, Кыргызстан и Латвия, в общем-то, имеют большие объемы гидрогенерации относительные, но вот если взглянуть на ту же самую структуру только по выработке электрической энергии, здесь хорошо видно уже как раз только Таджикистан, Кыргызстан и Грузию, потому что они больше 40% дают, то есть 80% и больше для себя выработки на воде. Плюс еще есть Украина, больше 50% на атомной генерации, но она, собственно, и занималась до этого бизнесом, продажей электрической энергии в страны Европы. И можно отдельно выделить еще и Эстонию, и Литву, как у них наибольшие объемы ветровой генерации для выработки электрической энергии. Вот такая структура в абсолютном исчислении показана сейчас на экране. Видно как раз тоже, что как ни крути, у России всего больше всех и атомной, и тепловой, и гидрогенерации, плюс также больше всех у нас солнечная и ветровая генерация. То есть мы являемся лидером по возобновляемой энергетике. И здесь вы видите сейчас тарифы на электрическую энергию, то есть мы по курсу их пересчитали в рубли. Самая дешевая электрическая энергия в Киргизии и в Таджикистане, в общем, 0,8 копеек и полтора рубля. И в Узбекистане отставить, в Киргизстане. Значит, у нас с вами еще тоже такая вот характерная картина с низкой стоимостью. Грузия особняком стоит, потому что при большой обеспеченности гидроэнергетики у них тариф не самый низкий, а вот Туркменистан, у них первые 35 или 100 кВт-часов в зависимости от того, какой потребитель бесплатно вообще дается, а потом уже ты платишь по тарифу. Вот поэтому вкратце, если говорить, то наиболее благоприятные условия у нас по экономике существуют в энергосистемах Таджикистана, Киргизстана и Грузии с учетом самых низких тарифов от 0,8 до полутора киловатт-часов, рубли за киловатт-час. А с точки зрения возобновляемой энергетики, хоть мы лидеры либо по абсолютным показателям, либо не лидеры, как у нас вот Литва, Латвия, Эстония по относительным, никак Литва, Латвия не способствует снижению тарифов, наоборот, все плохо становится. Вот благодарю за внимание, доклад окончен. Я прошу ответить на вопрос. Спасибо, Александр Олегович. Есть вопросы, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, дайте мне. Спасибо. Александр Олегович, а как вы прогнозируете, вот с учетом сложившейся ситуации, энергообъединение стран Балти, оно все-таки будет куда-то уходить или не будет выходить, или как-то изменится структура генерации, потребления? Мы не собираемся его прогнозировать, потому что это вопрос не наш. У нас самая главная цель – это собрать данные по электрическим станциям и особенностям их функционирования. И мы как бы не собираемся с Советскими Союзами заниматься, потому что нам самое интересное, как энергетикам, это опыт наших коллег в других странах. И просто у них отчетные документы во многом на русском языке, их хорошо можно достать, и они понятны. А в политику мы не лезем, это не наша задача. Вот как бы политики, какой занимаются политикой. Нам самое интересное то, как наши энергетические коллеги занимаются вопросом повышения эффективности функционирования электрических станций и в том числе обеспечивают нормальные условия для работы их экономики. Вот этим мы и занимаемся как раз в документах. Вот, и на самом деле, когда говорят, что у них ничего не сделано, у каких-то там стран, то есть так не бывает в энергетике, потому что все занимаются развитием энергетики, все строят линии электропередач, строят электрические станции, и в некоторых странах значительно успехи в этом смысле достигнуты. Вот я говорю, что, например, в области малой генерации точно нам имеет смысл поучиться у Грузии, а в области функционирования солнечных станций точно поучиться у украинцев. Вот, поэтому вот этот опыт имеет смысл нам не только у себя внутри страны изучать, но и у наших коллег, и вот в ближайшем нашем зарубежном круге, а также и по другим странам. К счастью, для нас сейчас эта информация доступна благодаря цифровизации. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Можно тогда небольшой вопрос еще, да, Александр Олегович? Поясните, пожалуйста, корректно ли сравнивать такие страны по выработке электроэнергии, как Россия, допустим, и Молдова, или может быть есть какой-то показатель, как в экономике, ВВП на душу населения? Есть ли такая выработка, например, на душу населения или что-то еще? Да, значит, вот конкретно портал Мировая энергетика по таким параметрам отчетные данные показывает. То есть есть индекс национального развития, есть удельное потребление электрической энергии на душу населения, расход электрической энергии на ВВП, но нам, энергетикам, то есть это далеко. То есть как бы сравнить можно, но, говорю, у нас самая главная задача – это сжечь как можно меньше топлива и выработать как можно больше электрической энергии в киловатт-часах, при том, что на станции должна нести нагрузку в мегаваттах. И вот на вот этих трех параметрах мы балансируем, плюс там еще КИУМ стоит рядышком, коэффициент использования национальной мощности. Вот у нас у всех технорей самый главный параметр с точки зрения именно выработки электрической энергии и экономики – это КИУМ. Потому что, глядя на КИУМ, ты сразу же видишь, как работает энергоблок, эффективно или нет. И поэтому мы предпочитаем в стильную экономику не залазить, но такие параметры есть, они и открыты, и их можно использовать, но пока мы особо туда не заглубляемся. То есть многовариантная, многоразмерная задача, сравнить можно, но в этом для нас, по крайней мере, сейчас нет необходимости. Спасибо, очень интересный доклад, действительно. Есть ли еще вопросы? Да, спасибо тогда, Александр Олегович.